Таймаут, телевидение, реагировали после этого и закрывалось. Но в Киеве чем хорошо? Там центр, там всё замечается наверху. И когда в Киеве что-то проводишь, привлёк телевидение, впрочем, завтра, если там нарушался закон, там, может, по крайней мере, работать не будет. А в других областях с этим сложнее. Там расстояние, как полносовета, до места нарушения закона, очень близкое. Я вам скажу, казино Таймаут мы закрывали в 10 минутах песком от моря. Горького 50. Вообще рядом. Одно из огромных казино. И я вам скажу, что так интересно получилось. Я звонил Игорь Некельчевский, я думаю, вы знаете, кто это такая. Мы вообще хорошие. Я звонил и говорю, вот тут они мне говорят, что за 5 часов вечера мы уже все не работали. И мы никого не можем не знать и прочее. Но, правда, приехал замки Рерман, который впоследствии сказал, да, принято решение, будем опечатывать, будем его выносить. Это было очень приятно. То есть мы поняли, что мы действительно что-то можем. У нас тут самих круг всех поднялся после этого. Потому что закрыли точку, где 5 левых автоматов или 10 левых автоматов, когда 220 левых автоматов не считают всего остального, а автоматы не которые стоят 500 долларов, а 15 тысяч каждый автомат. То есть это довольно-таки серьезное оборудование. И там в концертной залке поступали и Мукачевы, и многие. Вот это уже уровень. Просто Юлия Мандерина, Димашенко выступила, что без предела в областях столица с этим игроковым бизнесом. Мы решили переехать в Киеве, пока дальше прямо в Венею, как там носом. То есть мы тогда, да. Мы же звонили. Да, мы звонили. Кто там получился, если кто не на крыше? Как у тебя получится? Ну хотя бы, кто приезжал. А вы вот этой борьбой занимались, после выхода этого закона, ну... Я вам скажу, когда вышла первая постанова, и Юлия Димашенко делали, самая первая, когда в Непротиковске погибла девочка. До закона еще, да? Это до закона, да. Только первая постанова, только оно появилось. Все еще работали, никто не распределил. Это было до закона. И поэтому многим было непонятно, и мы первое, что поделали, это в Одессе провели вид, нам разбили видеокамеру. Ну, сбили каналы, журналисты. Мы с этим экономом поссорились, и решили, что мы не наладываем. Но заведения были закрыты. И, скажу, что у меня большая проблема еще, появляется интернет-казино. Но работаем, что-то думаем-придумаем, и работаем с определенными депутатами. Одна из последних пресс-конференций, инфекция была, посвящена именно этому. И у нас, вот, с вами появились такие боевцы, которые помогают нам блокировать. То есть мы разрабатываем еще программу, как блокировать это все. И вот подписали меморатом о сотрудничестве с первой интернет-партией Украины. Вот, слушай, она недавно была зарегистрирована, 176 номер, ну, партия новая, как и есть. Это вы... А? 176. 176, потому что у нас 177, буквально неделю назад, была счет она зарегистрирована, 177. И мы довольно-таки успешно с этой партией начали бороться, во-первых, с детской формой. Они разработали программу за свои деньги, как блокировать все эти сайты и прочее. И сегодняшний интернет-партией снова мы прорабатываем и приглашили уже эту программу правительству. Единственное, что правительству это невыгодно, и они сказали, что пока лишних средств нет на это, чтобы профинансировать. Но мы решили, что мы найдем деньги на то, чтобы разработать программу, порядка 20 тысяч долларов. И будем блокировать эти деньги интернет-партией. И все, конечно, не удастся, и там тоже характеры возле, которые понимают, что против них бою. И все, поэтому мы потихоньку мы будем заканчиваем, потому что... Потому что коллеги-борку себе кедрить. Да. Который действия нужно соответствовать.